ребята сейчас пришла в китайский магазин green food market он называется посмотрите здесь есть все просто все я уже тут кое-что купила для кукуро перцы мангустины можно купить вот только в этом магазине черешня здесь дешевле но она 6 долларов за елби серешня не 22 как фармбой но она мелкая она мелкая и не то качество в общем сейчас я поснимаю вам что здесь есть что этот авокадо клубника здесь тоже дешевле здесь сколько за 6 за 6 2 пачки можно вот такие купить в общем здесь цены гораздо дешевле приехала в этот магазин вообще приезжаю сюда за этим компано рыбой что еще авокадо тоже посмотрите те же самые пачки авокадо но нет не тоже они более мелкие в общем что-то здесь дешевле есть и некоторые вещи которые вот больше нигде не купишь именно именно китайский магазин ну и здесь запах такой если честно сказать вот сразу зашел и как будто бы ты назад в гонконг вернулся на на базар именно пахнет так вот китаем ну такой кто кто живет в китае не знает этот специфический запах магазин в общем продолжая сейчас снимать дальше а вот кэшан фрут видите свеженький dragon fruit 17 долларов стоит dragon fruit рамбутан есть 15 долларов так что я не знаю какой-то просто фрукт вот эти все дыньки кокосы кокос каждые 5 долларов стоит венка кокоса а глава это мексиканская sweet fashion food такой в общем буду вам потихоньку показывать все есть виноград но тоже как-то он не очень нравится не очень выглядит вот эти халапеньо перчики этих тоже я могу только вот в китайском магазине купить покра почем здесь покра всем где-то пачечка но цена такая же имбирь баклажаны ну вот на вот эти все видите здесь как plant мы там смотрели 11 до а здесь он стоит 299 за лб это скажем 650 за килограмм вот панкин тоже дешевле ну вообще я хочу вам чуть-чуть поснимать общего вида он очень большой очень то тоже есть всякие разные травы вот этот тайский план чеснок уже чищены буряки тоже есть вот эти грибочки сколько они тут и nokia 1 рубль 99 но они какие-то уже чуть подвязки вот эти лучше выглядят у меня артур очень сильно к ним в китае подсел на них все время любит чтобы я везде ложила ну в общем в этом магазине цены на некоторые товары дешевле чем фармбоем лик грибы всякие разные брокколи вот брокколи тоже пожалуйста дешевле всякая разная есть трава вот это сейчас я покажу 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 подождите но что я все время беру вот такие вот я беру вот эти но я еще выбираю чтобы они были и как они называют бак чо или как не помню как они называются по-китайски в общем я люблю когда эти свыточки сейчас возьму пока этот если найду что получше если я найду что получше то возьму с цветочками я люблю когда они с желтенькими такие вот всякие разные в общем вся китайская тема здесь есть кстати очень много китайских магазинов вот эти капусточки все правильно я взяла тут самый красивый самая красивая трава но за бак чоя очень много и все вот эти все китайские капуст вот она вот это это вообще а то у меня не бак чоя какая-то другая бэби бак чоя тоже и англиян чем не выучила я их вот все китайские соусы перцы здесь хоть они упакованы в упаковочке но они у них идет цена за лб а в таком случае это дороже даже чем в этом форм бой помните там форм бой выходила 880 за килограмм а здесь будет больше 10 больше 10 за килограмм цена вот что посмотрим какой-нибудь соус сейчас я просто обзорно сделать имбирь лук но я думаю самое главное это показать именно китайские всякие вещи вот рыбки здесь есть замороженная помпан вот видите а есть я там живую покупала нас нас тут смотрю у них уже там все пусто поэтому будем брать замороженную вот это большая довольно я и возьму здесь цена за лб раки есть но и такие маленькие 12-го такая пачка как я поняла много всяких разных креветок еще крабики не крабики вот креветки я тут снежного краба тоже в прошлый раз покупала вот макрель я покупаю вот такую макрель и сама ее солила в гонконге но сейчас у меня здесь есть только этих наших магазинов то могу просто сразу селёдку покупать и не маяться с этим делом вот раби лапы тут 17 20 долларов за пачку пол килограмма но здесь только лапы нету вот этого сердцевинки кальмарчик или это тоже крабы фроузенка краб но это такой маленький как я поняла 6 долларов вот такая пачечка интересно может быть это даже не не 67 получается на 7 долларов мелкие я подумаю я подумаю или взять попробовать не знаю я в раздумьях вот эти гребешки скалопов 10 маселс 4 доллара уже просто вареные а знаете что еще здесь покупала какую-то я тут покупала какую-то может быть я сейчас тоже найдем это все для хот-бата как вы помните да вот эти мясо на тонко нарезанного такие цены замороженные это что я не знаю я хочу какую-то найти если она вот как будто берем 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 еще знаете что мне нужно для копытов вот этот купить как его господи ну такой зеленый чеснок листья зеленого чеснока пойду поищу потому что я вот что-то пропустила вот очень хороший выбор мясо очень есть вот эти желудки на я правда тоже не знаю как их готовить самой такие такие черная курица есть кстати посмотрим почем черная курица выходит 10 долларов но вы знаете она как бы другого вкуса вообще как дико и что такое печень есть печень вот печень мы кстати тоже можем купить вот например кусочек печени возьмем люди хорошо выглядят 641 вот такая пачка вот этот более розовенький тут какой-то коричневый беру этот легкие почки вот почки они тоже готовят очень вкусно но и так понять если их сам готовишь поэтому я за это делом не берусь яйца это куриные яйца сушеные таких они так так это утка что еще тут беру лапки вот именно попал в настоящий китайский магазин так я пошла возвращаясь от зелени здесь вот всех не замороженные пельмени вот по этим два дички даже есть китайские ну китайские может не только китайские вот драйв самый настоящий китайский короче магазин здесь и вот эти мр е покупала они довольно дорогие яйца инстандарт был я хотела эти крылья куриные сушеные не вижу но в общем впечатление у вас есть вы поняли что вот здесь можно именно прийти в самый настоящий китайский магазин такой же вот как в гонконге или где-нибудь на лэнде в китае все в наличии даже фрукты и овощи китайские и вот все вот эти вот копыта больше ты тут не волмарте крыса больше нигде никогда не найдешь это по моему это счастливая дателе филяпио вот это стог лоська стали да так вот здесь на похоже на камбал не так они но все потом еще может чем-нибудь засниму так вроде бы сейчас все кроме нужна еще вот такая вот здрава вот эта она здесь тоже на вес получается 4 доллара за лб обычно она стоит аж 5 долларов нашла будем готовить копыта с этой травой еще чуть-чуть поснимаю вам стойте крупы такие здесь есть продаются китайские риса и всякие разные почем кукурузу очень много кокосовое масло сервисы и давайте посмотрим что тут есть опять люди приехали в этом отделение не хочу не хочу снимать поехал вот здесь вот такие сардины с острым с перцем типа шпроты с перцем возьму одну попробую у меня артур любил вот такие жареные маленькие жареные вот они смайлинг фиш чуть-чуть не то в саре 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 вот вот это автора любым любимое блюдо только там был тисибой здесь какая-то другая фирма ладно возьму попробую оно не оно всякие соусы тоже все что хотите это сладости посвятные жилейки всякие консервированные фрукты ну что спасибо что смотрели я думаю на сегодня обзор достаточно этот магазин батаре напомню только напоследок что этот магазин батаре но я уверена что во всех крупных городах такой тоже можно будет найти на что все всем пока пока напоследок еще перед выходом сниму посмотрите сколько риса какой ассортимент огромный все что вы хотите любого любого вида очень настоящий китай настоящий китай прям как ностальгия меня замучила так ну все сейчас я снаружи еще покажу как он выглядит у нас уже закат начался красиво вот вот так называется этот магазин из я сюда приезжаю скупать всякие разные китайские вкусняшки по которым скучаю здесь иногда такие дела но все всем пока пока